Российская оппозиция Виктор Балашов и Анна Шатилова Лучшего напоминания о временах Великой Империи трудно себе представить В появлении Жириновского зал приветствовал стоя Дослушав в квартире комплименты, лидер ЛДПР поднялся на сцену Следом в проходе появилось тяжелое бархатное полотнище Под знамя партии вместе со всеми поднялись и несколько пилотов эскадрильи русские витязи Действительные члены ЛДПР В либеральной взаимополитической партии мне прежде всего приличает эта борьба за нашу Россию Которая сейчас постоянно продается Теряет позиции Как на международной арене, так и в нашей стране Люди живут бедно Ну и так далее, и так далее Пик политического успеха ЛДПР очевидно прошел Чтобы партией снова заинтересовалась публика В стране должна резко ухудшиться обстановка В этом, по словам Жириновского, тяжесть положения либеральных демократов Мы должны любить Родину и в то же время играть на плохом, что происходит на Родине Это очень тяжелая участь оппозиционной партии Желать хорошего, а эксплуатировать плохое Иосиф Кобзон, почетный гость собрания Был приглашен занять место в президиуме От имени московской молодежи Сын Кобзона Андрей Преподнес Жириновскому часы Явно не полет и не чайку Но сам народный артист и депутат Госдумы По-прежнему вне всяких партий Я не как представитель ЛДПР присутствия Я пришел приветствовать партию Которая делает очень много доброго для нашей России За весь вечер никто ни разу не вспомнил О будущих президентских выборах Возможный кандидат и так очевиден Впрочем, Владимир Жириновский вполне комфортабельно чувствует себя И в нынешней роли полуоппозиционера